На счету Богдана Булычева пять установленных рекордов, из которых три мировые. Книгу рекордов Гиннеса он попал в 2018 году после путешествия на самый северный континентальный населенный пункт планеты – поселок Диксон. За 10 дней его команда преодолела тысячу километров, однако на этом путь к рекордам не закончился. На этой красной машине устанавливается новый мировой рекорд Гиннеса. Команда из шести отважных путешественников отправится на ней вдоль и поперек Евразии, до самых четырех крайних точек материка. А это более 40 тысяч километров. Кстати, именно такая протяженность и у экватора. Начало нового рекорда уже положено. Экипаж смог доехать до мыса Дежнева, а вот в Португалию пока путь закрыт из-за пандемии. Гиннес сказал нам, ребят, окей, мы пойдем вам навстречу. Рекорд отменять не будем, но одно из условий – то, что время, которое вы будете находиться в пандемии, оно тоже будет идти в счет рекорда. И вот тот рекорд, который мы планировали сделать за 30 дней от края до края с востока на запад, теперь у нас уже на сегодняшний день составляет практически два года. И пока не откроют европейские границы для проезда частной техники, рекорд будет тикать. Машина Богдана – настоящий дом в условиях выживания. Даже когда за бортом минус 70, внутри тепло. А все благодаря двойному стеклопакету и утепленному люку. Машина с экипажем, с заполненными заправленными баками, которые, кстати, на секундочку, 400 литров здесь в этой машине, весит, да? Весит 400, ой, 4000 килограмм. Этот бак, он является и днищем, то есть он и защита. У нас дно абсолютно ровное, что позволяет, опять же, в условиях целины, когда нет дорог, ехать по снегу так, что как будто бы катятся садочки. Несмотря на то, что Богдан Булычев является рекордсменом, в самой книге упоминания о Ярославце не найти. Чтобы оказаться на страницах издания, нужны миллионы. В среднем подсчет самого рекорда, вот такой подключ, как говорит Гина, с установлением, с внесениями во все книги, с медальками и с грамотами, выходит в миллионы. Даже при большом рекорде, с возможностью упоминания его в СМИ, то это там больше 10 миллионов рублей. Это очень большие деньги. Проще попасть в Книгу рекордов России, и в ней уже немало ярославских имен. Например, самые высокие георгины ростом в 248 сантиметров вырастила Елена Катькина. Ее цветы оказались на 6 сантиметров выше предыдущего рекордсмена из Кисловодска. Ярославцам же принадлежит и самое яркое колесо обозрения в стране. А одна из наших птицефабрик построила самую высокую пирамиду из яиц – более двух метров. Ближайшими мировыми рекордами Гиннеса могут вновь стать путешествия Богдана Булычева. В планах у его команды добраться от Москвы до Нью-Йорка на колесной технике. Полина Кудряшова, Константин Дмитриев, День в событиях.